Друзья, пока мы не начали, у нас небольшое объявление. С этого момента мы начинаем активно вести наш Телеграм-канал, где будем рассказывать все новости кинокомиксов, советовать фильмы и сериалы для просмотра, а также рассказывать о следующих выпусках. Ссылка на канал в закреплённом комментарии. Будем рады вас видеть! Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! До выхода долгожданного трейлера Дэдпула 3 осталось всего ничего. При этом съёмочный процесс фильма продолжает кипеть на всю катушку, предоставляя нам свежую порцию безумных и интересных для спекуляций материалов. Параллельно с этим Sony Pictures готовится к огромному кассовому провалу «Мадам Паутины», что не мешает её руководителям планировать новые паучьи проекты. Кем является новый вариант болтливого наёмника? Как Marvel пытаются спасти сериал о сорвиголове после неудачного выпуска «Эхо»? О чём же будет новый фильм о Торе без тайки в Айтите? И почему нам с большим энтузиазмом стоит ожидать возвращения карателя? Каждый инфоповод мы обсудим в дальнейшем. А начнём с разрывной. В сети появилась горячая промо с персонажами Дэдпула 3, во всей красе демонстрирующая боевой образ Уэйда и каноничный костюм Росомахина Хью Джекмани. Примечательно, что подобные материалы до сих пор не раскрывают название проекта. Это означает, что Marvel решили сохранить интригу вплоть до выхода трейлера, как когда-то поступили с четвёртой частью «Мстителей». То есть фильм могут назвать как и Дэдпул и Росомаха на кончике Адамантия, так и Дэдпула Маха уничтожает вселенную Фокс. Выбор безграничен. Отличные истории. И пока вы предлагаете свои варианты названия фильма в комментариях, мы сосредоточимся на свежих кадрах со съёмок. Помимо Догпула, в фильме официально была подтверждена версия Уэйда, представляющая из себя самурая с бронекостюмом. Судя по видео, происходит это в моменте, когда герои путешествуют по той самой пустыне. И судя по внешнему виду варианта, мы предполагаем, что создатели представят версию героя без мутантских способностей, вдохновлённую Дэвстроуком из комиксов DC. А как мы знаем, Рейнольдс очень любит ссылаться на соседнюю франшизу, но даже если данный образ и вдохновлён чем-то иным, то как и в случае с сериалом Локи или мультивселенной Безумия, Марвел продолжают исследовать грани персонажей с помощью их взаимодействия с альтернативными версиями. Поэтому мы не удивимся, если это всего лишь маленький пазл для чего-то более амбициозного. Есть и ещё одна хорошая новость. Официальный российский голос Уэйда Уилсона Пётр Гланс объявил, что поработает над дубляжом третьей части. По словам актёра, для него было важно, чтобы зрители получили то, чего заслуживают, а именно качественный перевод те самые голоса и весёлое времяпрепровождение. Ожидается, что помимо самого Гланса к работе над озвучкой будет привлечена вся команда предыдущих двух картин. Официальный голос Росомахи Александр Рохленко также задействован в проекте. Лично мы от всего сердца желаем творцам удачи и надеемся, что каждый в этой ситуации получит то, чего заслуживает. Делитесь в комментариях, в каком формате вы планируете смотреть третьего Дэдпула в официальном дубляже от Казахстана, со старыми добрыми субтитрами или же версия от Петра Гланса. Ну а мы переходим к не менее интересной новости. На днях появились свежие обновления о новом сериале про сорви голову. И судя по их содержанию, Марвел с головой взялась за исправление ошибок последних лет. Так, со слов исполнителя Уилсона Фиска, Винсента Д'Онофрио, решение канонизировать весь контент Марвел от Netflix было принято после творческой дискуссии продюсеров о переделке проекта. Обуславливается оно тем, что таким образом сюжет будет работать гораздо лучше и даст персонажам мощный бэкграунд. То есть шоу не будет представлять из себя перегруженное нечто, делающее вид, что до этого ничего не было. И тем самым мы имеем все шансы получить полноценное продолжение прекрасной истории адской кухни. Фактически четвертый сезон. Подтверждает это и то, что к проекту привлечен координатор трюков и боевых сцен Филипп Сильвера, ответственный за эти моменты в предыдущих трех сезонах. И то, что количество серий было сокращено с 18 до 13, тем самым подстраиваясь под формат, предложенный когда-то Netflix. Ко всеобщей радости в проект также вернут исполнителей ролей Фогги Нельсона и Карен Пейдж, Элдена Хэнсона и Дебору Энн Уолл. Как мы помним, по слухам создатели сериала планировали убить друзей Мэтта Мёрдока за кадром, резко переключив внимание на новое окружение главного героя. Теперь же инсайдеры утверждают, что студия прислушалась к негодованию и подарит фанатам долгожданное воссоединение авокадо в законе. При этом мы до сих пор не в курсе, будут ли это флешбеки в духе сцен с отцом Мёрдока, или же полноценная роль, поэтому повод переживать о судьбе персонажей все еще остается. А вот о ком точно не стоит волноваться, так это о Карателе в исполнении Джона Бернтала. Согласно последним данным, сериал о Срави голове будет полностью учитывать весь эмоциональный багаж антигероя из прошлых его появлений, что включает в себя словесные отсылки на два сезона его сериала. Помимо этого Фрэнк будет делать именно то, чего от него и ожидаешь – со всей жестокостью карать преступников и коррумпированных правозащитников, что станет отличной подводкой для его нового противостояния с Красным, не особо фанатеющим от методов своего коллеги. Говоря о Вилсоне Фиске, если вы пропустили в сцене после титров Эхо, подтвердилось, что персонаж станет мэром Нью-Йорка. Это, как мы и утверждали ранее, позволит запустить сюжетную арку «Власть дьявола», ведущую прямо к Человеку-пауку 4. К слову о нем, инсайдеры утверждают, что в картине появится злодей, ранее отсутствовавший в фильмах о дружелюбном соседе. Конечно, многие могут подумать, что речь идет о каком-нибудь индивидууме со сверхспособностями, но лично мы и делаем ставку на одного из криминальных боссов Нью-Йорка – Кувалду, известного по своему «стальному черепу». В теории можно представить, что именно от его лица Кинг Пин будет контролировать всю преступную деятельность города, тогда как сам возьмет на себя святой образ мэра, ставящего палки в колеса линчевателем. Винсент Донофрио вновь подтвердил, что безумно любит персонажа и намеревается воплощать его столько, сколько ему позволят, поэтому все в руках Marvel Studios. Итого, суммируя всю информацию по сорвиголове, рожденной заново, вместо того, чтобы иметь лайтовый сериал с типичными марвеловскими штампами, сомнительными поставщиками, большим акцентом на судебные дела и мэттом мёрдоком, надевающим свой супергеройский костюм лишь к концу четвертого эпизода, мы получили переосмысленный проект, где задействованы режиссёры Лунного Рыцаря и второго сезона Локи, шоураннер Карателя, потрясающий координатор боевых сцен, сбалансированное количество серий и, что самое главное, прямую связь с прошлым сериалом. И если проект о дьяволе адской кухне действительно окажется достойным и хотя бы чуть-чуть приблизится к величию предшественника, то мы можем заявить, что существование Эхо является всего лишь незначительной жертвой, чтобы не бросаться к аудитории с посредственным качеством сорвиголовы. А пока нам остаётся лишь надеяться и верить, что команда нас а-а не подведёт. То же самое относится и к будущему Тора, ведь согласно данным авторитетного портала The Cosmic Circus, Марвел уже определилась со следующей главой в истории Бога Грома. И ею станет тематика Вальхаллы, небесный чертог из скандинавской мифологии, представляющий из себя загробный мир для павших в бою воинов Асгарда. Данная локация уже появлялась в сцене после титров «Любви и грома», когда Хеймдаль встретил умершую от рака Джейн Фостер. И, как утверждает редактор портала, в рамках КВМ это место существует за пределами мультивселенной. Не совсем ясно, как именно работает концепт, но там точно стоит ожидать некоторых друзей Тора, Джейн, Фригу, Одина и, вполне возможно, самого бога истории Локи. Инсайдер считает, что завязкой для фильма может стать смерть Тора от рук Геркулеса, из-за чего первый и попадет в саму Вальхаллу. В то время как главными антагонистами картины выступят греческие боги, стремящиеся раз и навсегда искоренить скандинавскую, на их взгляд, нечисть. Кульминацией всего может стать масштабный замес между двумя пантеонами. Если информация подтвердится, то данная история идеально подходит для завершения арки Одинсона в исполнении Криса Хемсворта. Мы лишь надеемся, что создатели проекта подойдут к разработке кинокомикса максимально ответственно, с огромной любовью и уважением к персонажам. А не как... ну вы сами знаете. Судя по концепту, релиз картины стоит ожидать явно не в ближайшие годы, а то и вовсе после Мстителей. В любом случае, времени у студии будет достаточно. Далее у нас идут последние обновления о Мадам Паутине. И тут все очень грустно. Во-первых, создатели фильма официально подтвердили, что события проекта происходят в 2003 году, в рамках совершенно новой вселенной, которая не связана даже с Веномом Тома Харди. Во-вторых, авторитетный журналист Джефф Снайдер раскрыл, что из фильма была полностью вырезана сюжетная линия с Человеком-пауком. Согласно этим данным, по изначальной задумке Sony Pictures планировали сделать кинокомикс с частью «Диологии паучка» с Эндрю Гарфилдом. Но в какой-то момент студия переключила свое внимание на версию Тома Холланда. По итогу все стало настолько запутанным, что создатели полностью отказались от связи с героем. За исключением наличия в фильме дяди Бена и Мэри Паркер. Но это еще не все. Помните те супергеройские образы женщин-пауков, которые студия вовсю использует для своих постеров, роликов и прочих промо-материалов? Инсайдеры утверждают, что это всего лишь дешевая уловка, так как связанные с ними сцены появляются в формате коротких видений из будущего. В то время как к финалу фильма девушки так и останутся без сверхспособностей. Лично мы не считаем критическим, что Мадам Паутина существует в рамках отдельной вселенной. Главной фишкой героини является ее способность путешествовать по просторам мультивселенной, формировать паучьи альянсы и быть союзницей существ уровня потустороннего. Учитывая, что мы имеем дело со франшизой, в которой нет центрального паука, то данный ход кажется даже уместным. Другой же вопрос, поможет ли это хоть как-нибудь привлечь аудиторию. Судя по первым прогнозам кассовых сборов, выйдет что-то на уровне Морбиуса. Ну а завершаем мы наш выпуск интересным слухом. Воодушевившись успехом паутины вселенной, Sony Pictures запустили в разработку полноценный анимационный проект о Человеке-пауке со взрослым рейтингом R. Мультфильм может представлять из себя как сольные приключения нуарного паука, так и еще одно воплощение культового неогенного кошмара. Лично мы считаем, что для такого формата идеально подходит экранизация серии комиксов «Стража», в которой старый и побитый жизнью Питер Паркер вновь вынужден надеть супергеройский костюм, чтобы в смертельной схватке остановить зловещую шестерку и Венома. Возможности миллион. Ну а на этом мы завершаем наш выпуск. Делитесь в комментах, как вы оцениваете перспективы успеха Дэдпула 3 и нового сериала о Сорвиголове. Какие аспекты вы хотели бы увидеть в пятой части Тора? И что вы думаете о слухах про Мадам Паутину? Увидимся очень скоро! Субтитры создавал DimaTorzok